200 штрафов за нарушение режима самоизоляции. Эта цифра набралась всего за один день 19 апреля. Об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев. Если раньше слово «штраф» не так сильно пугало забайкальцев и остановленные на улице люди отделывались только предупреждением, то сейчас ситуация на фоне режима повышенной готовности начинает накаляться. Как утверждает Андрей Гурулев, все это сделано законно. Тут у населения возникает вопрос, если ходить в магазины разрешено и гулять с шариками тоже, то как можно злостно нарушить режим самоизоляции? Ответы у политиков есть, при необходимости покидать дом только на работу, за продуктами и при выгуле домашних питомцев. Получается, все те, кто отклонился от примерного маршрута дом-работа-супермаркет, являются злостными нарушителями. Хотя за пару дней до повального штрафования власти разрешают забайкальцам посещать дачные участки и гаражные кооперативы, что не попадает по тот самый маршрут следования, о котором упомянул вице-премьер краевого правительства. Ясно одно – штрафовать будут, чтобы люди научились вести себя осознанно. Вы уже нарушаете правила, потому что между вами должно быть полтора метра. То есть, по сути, мы сейчас должны вот раз, раз, два, три, четыре и еще пять, шесть. Радостно за это дело штрафовать. И, наверное, в следующий раз так и получится. Еще одна проблема, с которой столкнулись уже предприятия, ведущие деятельность в режиме повышенной готовности – в очередной раз переделывать пропуска на передвижение. С момента введенного режима самоизоляции справка еженедельно терпит изменения. Если раньше в ней указывалось имя, место работы и отсылка на руководителя, то сейчас это больше похоже на узкий профильный пропуск с огромным количеством информации. И те, кто не успел вовремя обеспечить своих сотрудников необходимым документам, рискуют нарваться опять же на штраф. Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни швондер, ни кто-либо другой не мог даже подойти к окончательной бумажкам. Фактическая, настоящая броня! Но мы их поменяли не из-за того, что нам делать нечего, а вот потому что мы выписали пропуск на человека, мы не брали машину. Когда мы выписали пропуска, народ начал на этих машинах заезжать по нашим любимым местам усилителям. Конечно, в Москве там проще. Они сейчас все вывели на камеру, и все нарушители просто штрафуются автоматически. Кто-то скажет, что штраф – это оправданная мера, чтобы другим было неповадно, если бы не одно «но». С момента введения режима самоизоляции две трети россиян остались без денег. Многие ушли в неоплачиваемые отпуска или вовсе потеряли работу. А все потому, что бизнес, на котором и держится экономика, испытывает миллиардные убытки. Зарплаты, налоги, страховка. Выплачивая штрафы, люди попадают в глубокую финансовую яму, из которой вылезти сможет далеко не каждый. Введенный режим самоизоляции предоставил исполнителям власти массу полномочий, но не возложил на нее никакой ответственности. Обещанные президентом сохранения работникам заработной платы в реальность обернулись отправкой их в неоплачиваемые отпуска. В предпринимательской сфере происходит юридический коллапс. Под угрозой срыва многих контрактов отсутствует юридическая основа для приостановки их действий в рамках обстоятельства форс-мажора. Штрафы, безработица, рост социального напряжения. Все это уже совсем скоро может сказаться на благополучии всей страны. И тут, наверное, стоит задуматься, а не поменять ли кнут на пряник и не найти ли более компромиссное решение.